Если у вас есть желание поговорить, то мы можем отвечать по слову Божию, что ожидает людей. И рассказать о самой великой радости в мире, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день. И дарует всем прощение, кто приходит с покаянием. Кто вас научил с интернетом? Маленько поближе к микрофону, плохо слышно. Кто вас научил с интернетом обладать? Покажи для кого человека, пожалуйста. Ну-ка, Володя, иди-ка сюда. Кто научил вас с интернетом в интернете работать? Да, да, кто с интернетом вас научил? Ну, как сказать. Я верующий, у меня четыре программиста работают, помогают. Подожди, пускай они уходят. Пускай подойдет сюда этот человек. Я вам отвечаю, кто? Я его вижу. Я отвечаю вам. Вот камеру поставили так, что я его вижу. И он слышит меня. Вопрос-то в чем? В чем вопрос-то? Поройди, пожалуйста, сюда. Человек, почему ты... Видите, у меня программисты научили верстать книги и в фотошопе работать всему. Человек, почему ты научил дедушку развиваться с интернетом, а сам убегаешь? Так, что у него? Что его волнует? Его волнует. Я не знаю, что его волнует. Какой вопрос-то вы мне можете задать? Как с похмелья какой-то. Вопрос-то у вас монастырь, да? Как я понял? Монастырь? Это у вас монастырь? Да не монастырь, это квартира. Мы живем здесь, благодарим Бога. Какая разница, монастырь, квартира. Вас научили с интернетом обращаться, правильно? Конечно, научили. В интернет уходить в связь с людьми. Ну подождите, вы как говорите... Я хочу предлагать ваши книги. А почему вот этот человек, который вас, я думаю, научил, уходит туда подальше? А вы стоите... Он работает на компьютере, у него беседы свои идут, уходит подальше. Ну, ну мужик, ты по делу говори. А что ты как будто обкуренный какой-то? Не правда. Сейчас материться начнешь. У вас настоящие вопросы есть? Вопросы есть о жизни, душе? Я хочу, чтобы... Сует, что наша встреча может быть очень полезная. Мы, православные проповедники, пришли возвестить волю Божию. Какой суд Божий ждет за то, что здесь творится. И возвестить о любви Божией, что Иисус умер за грехи людей, распятый на кресте и воскрес. И дарует прощение всем, кто просит. А где творится? Что? А творится где? Я слова не пойму, где? А где творится? Творится где? Что творится где? Он спрашивает, где творится? Что где творится? Да. Что где творится? Ну, нанорчат рулетки. Тут мужчина половина голая. Процентов 95 мусульман. Мужчины занимаются анонизмом. Женщины трясут грудями, совокупляются. Это Содом и Гаморра. И мы поэтому говорим, что ждет здесь. Целиком согласен. Вот для этого мы пришли. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Согласен. Согласен. Ну, согласен-то согласен. А в стране погублено 31 тысяча сел. Если согласны, почему не восстанавливается? А мы взяли на пустыре все строить. Школу построили, дороги. Все за свой счет. Государство за 28 лет, 29 лет ни рубля не дало. А люди не хотят вожить. Надо думать о вечности. С чем мы пристанем на суд Божий? Это да. Вы инвалид? Нет. Нет, а я думал, что вы в кресле просто лежите. А то у нас был Сергей Козлов. Он 17 лет парализованный лежал. Нырнул, головой ударился, а бревно. И семь позвонков прилетело с Краснодара. Мы-то на Алтае. Вы его знали? Ну, есть такие. Очень много таких. Ну, да. И вот мы каждый день заходим, в чатрулетку беседуем. Я вот уже, наверное, 9 месяцев нахожусь здесь. Считаю, с прошлым годом. Ну, и примерно 750 человек встретили, которые желали поговорить. Кому мы возлестили слово истины. Ну, я удачи вам. Некоторые узнают, смотрели ваш, дескать, канал. У меня самый большой в интернете канал. 20 тысяч 850 роликов наших. Угу. И просмотр 46 миллионов. Ну, Бог сумеет. Если желаете, я могу сказать, вы можете посмотреть. Встретиться. Вопросы. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Короче. С праздником вас. Мы пришли возвестить волю Божию этому Содому и Гаморе. Что ожидает здесь? И рассказать о самой великой радости. Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Я согласен, возможно. Есть. Вот можно с вами подискутировать? Но только вы внезапно не уходите. Условие такое, чтобы простились. И не ругались, чтобы ни одного плохого слова не было слышно. Ни от вас, ни от того, кто рядом. Я один здесь. Все. Договорились. Давайте. Смотрите. Вот. У меня сломался крестик. Он висел здесь. Да. Он сломался. Я. Он деревянный. И он лежит со мной рядом. Да. В общем. Смотрите. Вот. Я верю в Бога. Я верю в Бога по-своему. Но я не совсем верю в Бога. Религию. Вот. Что вы мне на это скажете? Я скажу вам. Религия не спасает, и мы о ней не проповедуем. Вы просто не знаете свойства Божьей. Говорят. А я помолился, а Бог простил. Запомните выражение. Бог никогда никому ничего не прощает и не может простить. Почему? Потому что это святость Божия. Вот вы пьете. Я вас объясню, почему. Это геенский огонь пытаетесь погасить. Отложите в сторону. Я объясню вам все. А что делать? Надо поверить, что наши грехи, это Евангелие от Иоанна 1,29. Иисус взял на себя и умер за нас. И теперь во имя Его жертвы. И Бог Отец прощает. Ни в одной религии нигде нет. Мы не религию проповедуем. Христа распятого. На который знак, символ вашего крестика, который отломился. Вот в этом ответ весь. Ну я ответа не услышу. Просто вот смотрите. Я не знаю. Вот вы излагаете. Я не могу вам сказать то, что я думаю на самом деле. А почему же так? Мысли пока... Я не верю в религию. Вот я сейчас можно... Одну минуту. Одну минуту скажу. Посмотрите. Я не верю в религию. Почему? Потому что религия была придумана как бизнес. Для меня. Только для меня. Это мое... Но я верю в Бога. Бог для меня это только надежда. Бог для меня это что-то самое высшее. Во что я верю. И что является для меня надеждой. Так вы не курите только. Мы с курящим не разговариваем. Отложите в сторону. Там что-то в руках у вас. Я не знаю, что-то вот именете. Я подумал папироса, что мне было. Я хочу спросить вас. Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Как вас звать? Денис. Дионис. Как? Денис. Денис? Это Дионис. Это древнегреческое божество. Чай идти. Да. Так вот, Дионис. Дионис, вы вопросы свои... Ставьте щетко и слушайте. Мы не спорим. Спорить, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Поэтому, если вы зайдете, допустим, на наш видеоканал, он самый большой в интернете. Не надо ничего дышать. Не трожьте ничего. Я постоянно буду, извините, это уже мое. Это мое. Ну, я не... Нет, мы... Через дымную завесу я не буду пробиваться к вашей душе. Ну, пока говорим, то можно потерпеть-то. Это всегда открыто. Я скажу так. Денис, ну... Я слушаю ушами, не слушаю легкими. Я слушаю ушами. Ну, вы... Написано в Яково, говорит. Вот сейчас можете... Вы не можете, зависимость какая. Ну, пока разговариваем, положите. Не обижайтесь. А это просто... Она уже заряжена. Ну, пускай она в стороне полежит. Ты там минут 20-то, можете. Православные христиане принесли Слово Божие сюда. В эту Содом и Гоморру. В эту свалку мирских прихотей. И у вас есть... У вас есть возможность получить самое драгоценное, радостную весть о Христе, что Он умер и воскрес, и дарит прощение. Дальше. Если у вас есть вопросы, вы можете задать. Только не ругайтесь. Как дела у тебя? Ни одного слова, чтобы поганого не было. Как дела у тебя? Пожалуйста. У вас на руке... Как дела у тебя? У вас написано на руке только Бог, и что там дальше не видать. Ну, понятно, что. Только Бог может это... Ну, взять... Ну, видимо, спасти меня. Да. Judge me. Only God can judge me. Ну, ладно, не в этом дело. На теле писать нельзя ничего. Библия запрещает. Мы храм Божий. И храм Божий... Никто не будет кирпичи вытаскивать или накладывать. Я слушаю вас. Пожалуйста, вопросы. Ты ошибаюсь, дед. У вас вопросы о душе, о спасении есть или нет? Вот вы умрете сегодня. Где вы будете? В аду или в раю? Сегодня умру. Умру сегодня. То есть вас ничего не интересует? Игорь Умру сегодня. Ну, не надо это. Вы говорите, это как обкуренное или после, говорит, тяжелого будуна. Нормально говорите. Не красуйтесь перед собой. Жизнь наша в руке Божией. Мы пришли возвестить радостную весть, что Иисус умер за грехи людей и воскрес. И грядет суд Божий. И кто будет веровать, что Господь дарит прощение, будет просить, он получит. Отец. Отец. Я мусульманин. Ну, если ты мусульманин, у тебя должна быть вот эта книга. И вы должны знать ее содержание. Есть. И вы должны уметь читать по этому. Я умею читать по-арабски. Ну, умеете. Да что там написано-то? Покажите, я вам почитаю. Давайте, считайте. Так. Я вам почитал такой перевод. Так что тут написано? Переведи на русский язык. Я перевод не учил. Я только буквы знаю. Как читать? Ну, а все толку-то, что ты буквы знаешь, а не знаешь, что написано. То ли о смерти, то ли о жизни. Ну, это уже в будущем я еще мог. Ну, а содержание-то книги знаете хотя бы? Считали когда ее? Мне читали, да. Ах, вам считали. Видите, я примерно 2000 человек мусульман уже перед собой видел. И практически ни один не знает содержание книги. Это ж круто. Как ездить по дороге, если ты книгу правил не знаешь? Нет, это так не годится. Вы должны знать. А если вы его будете знать, я могу вам вопросы задавать. По вашей книге. А вы мне по моей задавайте. И мы больше будем знать, поделились талантами. Ну, ладно, отец, с вами было интересно. Так еще интересно. Мы еще не начинали говорить. Вы можете по Библии мне задать вопросы по жизни. Я-то старше вас. Да нет, спасибо. А я вам задам. Вы знаете, это не праздник. Это убийство людей друг друга. Никакого праздника не было. Кровь пролили и празднуют. Вот в вашей книге, 5 сура, 47-66 аяты, нас называют люди Писания. И нам Всевышний дал инжил, в скобках Евангелия. И там сказано, и Всевышний сказал, чтобы мы по нему жили. Вот мы по нему и живем. Я вашу книгу не трогаю, зачем мне эта ваша книга, она для вас святыня. Но я по своей книге, я вам говорю, без Христа никто не наследует жизнь вечную. Он умер за наши грехи. Умер и воскрес. Спаситель только в христианстве. Я не о религии говорю. У нас очень хорошие отношения с мусульманами, которые уверуют, принимают крещение, делаются хорошими, православными, честными людьми. Всего вам хорошего. Спаси Христос. С Богом. С Богом.